Вот уже четвертый год в Бендерах ремонтируют канализационный коллектор. Магистраль обслуживает две трети города. Проложили коллектор как минимум полвека назад. Трубы повреждены газовой коррозией. В начале года городской коллектор снова дал о себе знать. Вот это, что вы видите на видео, это не снег в воде, это пена. Неочищенные стоки потекли в Днестр, в районе грибной базы. В срочном порядке стали искать источник выброса. Оказалась проблема в городском коллекторе на участке по улице Кирова. Здесь зафиксировали обрушение покрытия в шести местах. Пришлось вскрыть дорогу, прежде чем обнаружили неисправность. По факту попадания сточных канализационных вод в воду реки Днестр в настоящее время проводится проверка. Установлено, что сточные воды попали в ливневую канализацию на промежутке от улицы Лазо до улицы Терраспольская по улице Кирова. Канализация пришла в негодность недалеко от перекрестка улиц Лазо и Терраспольской. Срок эксплуатации трубы составляет 25 лет, а прослужила она почти полвека. Неудивительно, что коммуникации начали разрушаться. Бетон осыпается, видна металлическая сетка. Произошло обрушение кондиционного коллектора, проходящего по улице Кирова на участке от улицы Терраспольской до улицы Лазо. Силами бендерского филиала губодоснабжения и водоотведения проведены комплекс работ, выявлены, найдены места обрушений. И на сегодняшний день коллектор работает в своем, скажем так, почти штатном режиме и стоки не попадают в реку Днестр. На данный момент повреждения, через которые сточные воды поступали в ливневку, затампонированы. Источник выброса и зловония устранен. Но проблема остается. На шестиметровой глубине необходимо заменить 470 метров трубы. Стоимость работ, включая земляные, от 12 до 14 миллионов рублей. Когда начнется замена трубы, неизвестно. К слову, уже четвертый год в бендерах идут работы по замене городского коллектора. В среднем укладывают около 300 метров труб в год. Елена Расланова, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.